Сегодня под Женевой в крупнейшей на планете лаборатории ядерных исследований созвали экстренный симпозиум, чтобы обсудить сенсационное открытие, которое показалось невероятным даже тем, кто его совершил. Ученые зафиксировали превышение скорости света, быстрее которой, как считалось со времен Эйнштейна, в этом мире ничего нет. А так а теперь, если результат эксперимента подтвердят другие лаборатории, теория относительности, на которой построена вся современная физика, может быть опровергнута, как и наши представления о мироустройстве. Опасаясь собственных выводов, ученые Центра ядерных исследований обратились к коллегам-скептикам, каковых, по свидетельству Сергея Морозова, оказалось немало. Три года в Европейском Центре ядерных исследований в Швейцарии ученые изучали нейтрино, пока, наконец, в марте этого года не спохватились. Секундочку, а почему они так быстро летят? Полгода специалисты проверяли результаты, применяли атомные часы, спутниковые системы определения координат, изучены 15 тысяч полетов частиц. Наконец, сегодня ученые признались. Все точно, этого не может быть, но мы не знаем, где мы могли ошибиться. Они проводят интернет-конференцию, чтобы обсудить открытие, которое может пошатнуть всю современную теорию мироустройства. По теории Эйнштейна, частицы не могут двигаться быстрее скорости света. На этом строятся наши представления о времени и пространстве. И если получены другие результаты, то значит, реальность устроена совсем не так, как мы предполагали. Вот схема эксперимента. В Швейцарии путем сложных манипуляций создают пучок нейтрино и направляют его под землей точно в сторону лаборатории в Италии. Нейтрино легко преодолевает любые препятствия и, пройдя 730 километров под землей за миллисекунды, оказываются в районе подземной лаборатории на глубине полтора километра, где их регистрируют с помощью фотопластин, переложенных свинцом. Вся установка весит почти 2000 тонн. Так вот, ученые подсчитали, что если бы, условно, частицы света на этом расстоянии бежали на перегонки с нейтрино, то нейтрино пришли бы первыми с преимуществом в 20 метров. В этом эксперименте принимали участие и российские физики. Они вместе с коллегами наблюдали эти необъяснимые результаты. Это настолько неожиданно, настолько удивительный результат, что если он окажется правильным и подтверденным, то это будет революция физики. Это будет новый взгляд на мир. Все, что я могу сказать. Если результаты эксперимента верны, то нейтрино летят где-то на 8 тысяч километров в секунду быстрее света. Скорость света почти 300 тысяч километров в секунду. Эти загадочные частицы уже второй раз наносят удар по современной физике. Первый раз был, когда выяснилось, что нейтрино обладают какой-то массой. Стандартная модель гласила, что они должны быть лишены массы. Нейтрино — частицы, которые ни с чем не взаимодействуют. Они пролетают в Землю совершенно незаметно. Каждую секунду у вас, например, пронизывает 400 триллионов нейтрино, посланных Солнцем. Это самые многочисленные и самые малоизученные частицы в нашей Вселенной. Участница эксперимента Татьяна Роганова говорит, что в нынешнем открытии велика роль российских ученых. Примерно каждый пятый исследователь был из России. Это результат неожиданный для всех, в том числе для тех, кто проводил измерения. Но после долгих обсуждений внутри группы сотрудников, ну нет, группы сотрудников, а большой коллаборацией, тут 160 человек, было принято решение, что этот результат надо обязательно придать властности. Есть, правда, предположение, что нейтрино на самом деле летели не быстрее скорости света, но как-то срезали расстояние, пройдя в других неизвестных нам измерениях. То, что нейтрино бегут слишком быстро, заметили еще раньше ученые лаборатории в Чикаго, но они тоже не поверили своим глазам. Да и погрешность измерений была слишком велика. Теперь есть шансы, что теорию относительности Эйнштейна, простоявшую 100 лет, придется переписать. Сергей Морозов, Елена Светикова, НТВ.